Мы постепенно начинаем, очень постепенно, пока там еще люди приходят, в Москве снег. Собственно говоря, Масленис – это приход весны, сомнительный приход весны. Смена режима всегда сомнительна. Я хочу вам сказать, что сегодня будет. Сегодня вы увидите, как бегутся блины. Это первое, вы их можете попробовать. Блины причем будут разные – пшеничные, гличишные, джаные, ну и так далее. Сегодня вы увидите тех людей, которые думают о нас. Собственно говоря, это и есть Тефаль. Кто еще думает о нас? Только Тефаль. Тефаль думает о нас. Больше никто о нас не думает в этой стране. Только Тефаль. И вот сегодня в этом зале вы впервые увидите тех людей, которые о нас думают. И даже увидите, как они думают. И они вам об этом расскажут, как им дается эта настоящая дума о нас. Собственно говоря, главная-то причина – это не только поесть и выпить, но и разыграть эти блины, и их купить. Собственно, можно их там съесть. Но главное – купить те блины, которые будут приготовлены на ваших глазах. А моя цель – продать эти блины как можно дороже. И выжать из кого-то из вас как можно больше денег. Цель абсолютно корыстная. Я ее совершенно не скрываю. И я буду всяческими способами стремиться. Не раз, два, три, десять рублей, блин, продан. Продан, блин, так дешево. А как можно дороже. Почему? Потому что мы хотим сегодня всяческими способами собрать деньги Сорокину Максиму, 2005 года рождения, у которого заболевание сердца, сочетанный порог. Ему нужно собрать сегодня 405 тысяч рублей. Попробуем собрать хотя бы часть из этих денег. Кроме этого, у нас будет аукцион разных вещей, разыгрываться разное вино, о котором будет говориться, разные лоты, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так что программа большая. И, надеюсь, интересная. Но это не мешает вам есть, выпивать, и совсем не нужно сидеть как на концерте в консерватории. И даже можно не выключать мобильный телефон, и тем более они здесь все равно не работают, где не работает клуб. Мы специально это придумали, и не ставим здесь вот этот транслятор, для того, чтобы хотя бы в этом подвале можно было освободиться от этой бесконечной, как психиатр, говорю, сам зависим, от этой зависимости от мобильного телефона. Говорите, говорите. Причем вам страшно. Все это проводят под благотворительный фонд «Линия жизни», президентом которого является Фаина Захарова, который сейчас поднимется на эту сцену, и вам расскажет про фонд. А я пока Фаина идет сюда, опережу ее, заберу у нее вот эту цифру, которая мне очень нравится, которая является предметом моей гордости, потому что приятно иметь к этому хоть, пускай, касательное отношение, но все-таки пять с половиной тысячи детей, и Фаина эту цифру назовет точно, потому что очень важно не пять с половиной, а пять тысяч пятьсот шестьдесят... пять тысяч шестьсот семьдесят пять. пять тысяч шестьсот семьдесят пять. Детей спасено от смерти. Представьте себе, какова эта цифра, и в общем, как я говорю, это маленький районный центр, и эти дети живут, развиваются, получают профессии, ну и так далее. Будут получать профессии. Передай трубочку по имени Захарову. Спасибо огромное. На самом деле здесь присутствуют все наши любимые, дорогие, коллеги, партнеры, поэтому я не буду долго рассказывать про фонд. Скажу единственное, что спасибо, что вы в эту заснеженную погоду и всех так пугали, что многие действительно испугались. Вы звонили, что они, априори, звонили, что нет, они не смогут выбраться и добраться, поэтому спасибо, что вы выбрались и добрались. У нас сегодня большая программа, у нас сегодня и пиржи, у нас сегодня и маленький аукцион, у нас благотворительная лотерея, поэтому я всех призываю купить лотерейные билеты, купить как можно больше лотерейных билетов вот там вашей рукой, потому что на самом деле у нас потрясающие призы. Просто я думаю, что вы редко участвует в таких благотворительных лотерей, где есть такие замечательные призы. Дальше у нас совершенно уникальное будет событие, это спецгашение Почты России, поэтому там можно купить, не купить, а благоговорительное пожертвование получить открыточку с Петровичем, где Петрович отдает нам сердце и говорит, берите, не жалко. Вот, и потом эту открыточку можно погасить, написать правильные слова и надо сказать всем своим друзьям, друзьям и так далее. Я писать ее можно у Андрюши, вот, и эта открытка станет еще более ценной, потому что будет не спец кошения, а подпись автора. Еще я хотела представить Юрий Георгиевич, извините, я хотела представить Юрия Георгиевича Баланда, нашего члена, председателя нашего учительского совета. Юрий Георгиевич, присоединитесь ко мне на секундочку. Извините, я ругала. Скажите на словечку, ладно? Я деятельность Бильжо одобряю. И все его абсолютно. И он сказал, что только Теплон думает о нас, а я постоянно думаю о Бильжо. Тефаль, Тефаль, Тефаль. Тефаль, извините. Ну это же текло, по-моему, Тефаль, смазан текло. И отобряю деятельность пользы. Очень горжусь, что являюсь его составной частью. Мы делаем очень полезное дело. Я вас всем призываю поддержать линию жизни. Ура! Спасибо. Спасибо. Прошу. Ну собственно говоря, сейчас начнем делать блины. Сейчас придет мы ждем нашего повара Сережу. В программе было написано, что блины будет делать Бильжо. Это вранье. Но к вранье мы все привыкли, потому что часто мы слышим неправду от дома до чего. поэтому это было не вранье, это была ошибка. Я делал блины, но они мне всегда не получались. Готовить я немножко умею, и про это гораздо больше знаю, теоретически. И здесь год назад я делал блин, но он получился конечно же ковр, как иначе. Вообще интересно, что блин пожалуй это самое распространенное слово паразит. А позовите Сережу, пожалуйста. Сережу с кухни позовите. Друзья мои, Сережу позовите. Вместе с тестом позовите Сережу. Сережа, елочка. Так вот блин мне кажется сейчас идет Сережа. У нас замечательный улыбчивый светлый повар. Сейчас вы его увидите. Так вот блин самое слово распространенное. Слово паразит конечно же. Замеетель известного ненормативного слова. Вот как от этого слова избавиться я не знаю. Как избавить от этого слова своих внуков. Скажите 8-летний мальчик говорит через каждое слово блин и короче. Я говорю пойми что твоя вещь и так коротка. Твой словарь на запас и так короткий. Поэтому короче уж точно не нужно говорить. Блин пока может. Знаете анекдот есть такой. Кстати посвящает анекдот Юрия Георгиевича Кабалат Кабалат встречаются русские грузи и русский все время через каждое слово говорит блин. Ты знаешь я встретил девушку блин мы с ней поговорили блин потом поехали в кафе блин там заказали вина блин он слушает потом говорит слушай я встретил девушку Качапури мы поехали с ней в кафе Качапури там заказали вина он говорит а что ты все время говоришь Качапури а что ты все время Блин вот такой русско-грузинский анекдот Сережа наш повар замечательный который я еще люблю который светлый у которого всегда отличное настроение я как-то спросил Сережа а может повар вообще быть плохом настроении и сбым он сказал это невозможно невозможно готовить по этому настроению правильно Сережа однозначно вот ну что будем делать блины тесто есть ну давай ядом вот Сережу представили сейчас Сережа несет тесто какое пшеничное или разное 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 тесто будем сейчас делать Сереже Сережа покажет как это делается а я буду комментировать я вот снял пиджак пока фахт не буду надевать потому что я хочу чтобы все убедения насколько я строен это же признак гордость поэтому рубашка мне не было ходить все таки я похудел на 25 килограмм несколько лет назад уже почти 15 пускай все увидят потом подходит ко мне и спрашивают как смогли Андрей Георгиевич покурить на 25 килограмм а ели при этом вы блины я буду говорить да я ел при этом блины причем со сметаной кстати говоря я сделал открытие несколько лет назад что блин можно заворачивать абсолютно все но при этом его нужно макнуть в сметану и вот блины с селедкой нужно макнуть сметану блины с икрой нужно макнуть сметану блины с какой-то мясной начинкой можно макнуть в общем нет такой начинки которая противоречила блину со сметаной правильно селедка может ты расскажешь скажешь несколько слов как ты замешиваешь какие пропорции первые блины мы делаем обычные недорожжевые блинчики из из пшеничной муки пропорции скажем литр молока 3 яйца 3 столовые ложки сахара пол чайной ложки соли и 300 грамм муки это на какое количество блинов 25 штучек из литра получается можете записывать это уже на сковородке пепетали сковородке пепетали ну не сковородка думает нет не сковородка а нас думает со всеми сковородки что собственно думают о нас и кто о нас думает а а можно вставать с места и подходить и посмотреть кстати говоря это не запрещает не запрещается совсем мы сегодня не в консерватории друзья мои куда я так люблю ходить это там нельзя встать и посмотреть как же биолончинист зажимает струны и двигает смычком здесь можно подойти и увидеть как Сережа будет выливать и делать блед на пепале будем делать с маслом как проголосуют люди друзья мои ходите блины с маслом или без масла на пепале можно делать без масла когда они будут менее калорийные а может и с маслом когда они будут более калорийные и наверное более вкусные не знаю давай попробуем на одной с калорийной с маслом на другой без масла можно ты за маслом почему будем делать с маслом Сережа за маслом на каком на посудничном правильно вот пошел первое положение первое аплодисменты вот пошло штуки дефоль реально хорошая штука опять же потому что надувный канал штуки разговариваю я разговариваю надево на точку Сережа говорит, что у нас, как у всех, первый блинком. А почему так получается? Потому что сковородка еще не привыкла, она еще не знает, что на ней будет жарить. Она же думает, сковородка думает, что сейчас на нее положат, как вчера, оговорили рыбу или мясо, а на нее положили непонятно какой-то раствор. Поэтому первый код. Ну, собственно говоря, тоже купят первый блин, который коман, но первый. Ведь быть первым всегда трудно. Первый блин, который я бы назвал, знаете, первый это всегда, первому всегда сложно. Первому сложно выходить на сцену, первому сложно выходить из самолета, первому страшно входить в самолет, Первому страшно лететь в космос, первому страшно входить в воду, первому всегда страшно. Первый раз всегда страшно чего-то делать, что-то тебя не делал никто. Поэтому первый блин, может быть, самый невкусный, но он первый. Поэтому продаем первый блин, так и назовем его первый блин, кома. Ну что, за 500 рублей я хотел бы продать этот блин, первое все наше. Сколько? Тысяча, первый блин, тысяча. Первый блин, первый блин, который здесь, в Петровиче, 2013 года, на Масленице. Для Максима Сорокина, тысяча рублей, первое, первое тысяча рублей, первое, первое блин. Первый блин. А может, это не Павел Иксюков, он, Сережа, выведет его сейчас на какой-то отличный уровень. Он будет с дырочкой. Блин с дырочкой. Тысяча рублей. Тысяча рублей, первый блин, повторяю. Первый, самый первый блин. Полторы тысячи. Полторы тысячи. Только если сразу. Нет, он будет, он еще готовится. Мы продаем еще, блин еще готовится. Интересно еще, что вы покупаете, не зная, что вы получите. В этом кайф, Юлий Георгиевич. Полторы тысячи. Вы не готовы покупать кандарты. Вы увидите этот блин, он будет замечательный. Но важно, что вы туда завернете еще, понимаете. Блин это только оболочка, оболочка. Вы можете завернуть туда вот все, что угодно, повторяю. Кусочек своего сердца, например. Полторы тысячи за первый блин. Первый блин, который я бы назвал первый блин имени Юрия Алексеевича Гагарина. О, как Серега перевернул. Елки-палки, это было вообще классно. Нет, вот это я не умею делать. Вот так перевернуть блин. Вы видели одним движением, как он перевернулся. И он лег прям, попал в свороу. Вот это да. Придется второй раз перевернуть. Первый блин имени Юрия Алексеевича Гагарина, у которого полет не получился комом, а получился замечательным. Эх, вы знаете, здесь такая пирочка, похожая на улыбку Юрия Алексеевича Гагарина. Полторы тысячи. Две. Две. Ладно, две. Но сейчас будем, тысяч семьсот и две, сейчас за 300 рублей будем вот драться из-за блина. Две тысячи. Покажите блин, не верим. Не верим, блин. Да, это сковородка. Он, он, это ссор. Первый блин, сделанный на Масленице в 2013 году в Петровиче, на сковородке Тефаль, блин имени Юрия Алексеевича Гагарина. Две тысячи рублей. Две тысячи рублей. Всего для Максима Сорокина. И это первый взнос. Я вот так умею делать, вот так. Переворачивать не могу, вот так. Мне всегда, как работает повар, это же взглядение. Ну, Сережа, опа, согнулся, как и Чапулин. Опа. Ну что, он румяный. Итак, пока не остыл. Две тысячи рублей раз. Две тысячи рублей два. Две тысячи рублей... Две с половиной. Блин, остывает. Две с половиной раз. Две с половиной два. Блин, пока горячий, в него можно завернуть. Три тысячи раз. Три тысячи два. Блин, первый блин имени Юрия Алексеевича Гагарина. Три тысячи... Три с половиной. Кто сказал три с половиной? Три с половиной раз. Три с половиной два. Замечательный блин, приготовленный Сережей. Он сейчас сморшился немножко от того, что ему неловко, потому что он первый. Он дрожит от того, что ему было страшно, но он это сделал. Сейчас вы его съедите и поймете, как вам будет хорошо от этого блинаста, потому что это первые дети, которые пойдут в обзнос, которые спасет Максима Сорокина. И я видел потом этих детей, у которых после операции все нормально. Они первые занимаются в спортивных секциях. И всего-то на это надо ничего. Какие-то сущие копейки, которые некоторые проигрываются за несколько минут. Итак, три с половиной тысячи за первый блин. Раз. Три с половиной тысячи за первый блин имени Юрия Гагарина. Два. Три с половиной тысячи. Три. Даша, моя ассистентка. Вот. Заверните в него, пожалуйста. Не обессудьте это. Первый блин. Пока мы делаем второй блин, второй блин, я хочу вам к блину. Разыграть вам, предложить вам две бутылки уникального совершенно сухого вина. Производитель него здесь. Это белое и красное вино, сделанное специально в 90-летие театра Маяковского. Вот этикетка здесь. Такого вина совсем, оно нигде не продается совершенно. Производитель этого вина присутствует здесь. Боря Титчиков, настоящий болгарин со своими... Боря, иди сюда. Иди сюда. Вот. Вы видите настоящего производителя вина. Не продавца, а производителя со своими виноградниками, за которыми он следит. В Болгарии. Боря настоящий болгарин, вот это болгарское красное и белое вино. Боря, скажи про свои виноградники. Где они находятся? Добрый вечер. Спасибо, спасибо за внимание. Добрый вечер, приятели. Дело более, что я узнаю, что у многих здесь уже недвижимость в Болгарии. Так что приезжайте на наши виноградники. У нас прекрасные виноградники под городом Пловдивом, там, где Алеша стоит. И мы вас встретим на виноградниках, напоим этим же прекрасным вином. Андрей и Уэри, что к нам присоединиться с этими прекрасными винами, да, которые... Отличная закуска к вину. А сегодня мы на этот вечер предлагаем частную уникальную коллекцию, которая нами создана специально по заказу Театра Маяковского. В этом году у него столетия. Поэтому мы сделали два вода виноградника. Это Маврук, автортомный Болгарский сорт. Уникальное вино на резервах. И белый сорт, савиньон. Вина прекрасная, так что надеемся, они будут вас радовать, кто их отыграет. Спасибо большое, Маврук и савиньон. Маврук, красное вино, белое савиньон. С виноградником Воли Кинчикова вы видели этого производителя. Вместе со вторым блином начну с тысячи. Второй блин и две бутылки белого и красного вина 90-летия Маяковского. Оно будет стоять. Представляете, будет уже сто лет до Маяковского, а это вино будет. А можно его выпить прямо сейчас? Кто как хочет. Тысяча рублей за второй блин и две бутылки белого и красного болгарского вина. В присутствии производителя. Можно его попробовать прямо здесь и сказать, хорошо оно или плохо. С этикеткой 90-летия театра Маяковского. Тысяча рублей второй блин. Второй блин под названием Герман Китон. Герман Китон. Блин пшеничный. Владимир Данилович ждет блин из Жаной. Из Жаной, да. Из Жаной. Второй блин из... Пять тысяч. Пять тысяч второй блин Герман Китон и две бутылки белого и красного вина. Пять тысяч рублей. Шесть тысяч рублей. Шесть тысяч рублей. Белое и красное болгарское коллекционное вино от производителя, присутствовавших здесь. И второй блин. Второй блин, который уж точно не кобок. Красиво завернутый сережей под названием Герман Китон. Я могу на этом блине расписаться, если хотите. Фломастер. Сколько? Десять. Десять тысяч за второй блин и две бутылки болгарского вина. Белого и красного. Белого и красного. Савиньон и обрут. Производитель здесь же карточку вас даст и пригласит вас в Болгарию и попробует его виноград и его вино. Кстати, можно с ним подружиться здесь, и он вам будет поставлять это вино прямо домой. Первый блин не станет есть. Первый блин не станет есть. Его решили сохранить, Юрий Георгиевич. Его решили сохранить. Сохранить на память. Этот блин, как золотая пластинка, в квадратном застекленном букляре, будет висеть на стене этого замечательного дома. И будет написано на табличке. Этот блин был куплен в клубе Петрович. Намазнился в 2013 году. Спасибо вам, что вы не едите этот блин. Конечно, сувениры никто не ест. Итак, 15 тысяч, да? Я не ошибся? Или 10? 10 тысяч. Две бутылки вина и второй блин, первым китом. 10 тысяч раз. 10 тысяч я бы отдал, конечно, просто за одну бутылку вина, но хорошо. За блин уж 15 как минимум, но за каждую бутылку по 5. Итак, 10 тысяч за блин и две бутылки вина. Раз. 10 тысяч за блин и две бутылки вина. Два. Две с половиной. Две с половиной с сопелькой. Три. Спасибо большое. Пойдемте. 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 Я буду ваше... Какой дядя? Я знаю. Гребен номер один. Делаем блин из ржаной муки. От кого? Третий блин из ржаной муки. Третий блин из ржаной муки. И к нему прилагается бутылка итальянского вина от винного дома Миллениум. От блинного дома в Миллениум. От блинного дома в Биллениум. Блиненью. Блинный дом Миллениум. Предлагает вам вместе с третьим блином. Тосканское вино 2011 года. Итак, винный дом Миллениум, который сегодняшний день переименован в блинный дом Биллениум. И ржаной блин. Владимир Галимович. Ржаной блин. Ржаной блин. И бутылка блиненюума от биллениума. Пять. Пять тысяч рублей. Ржаной блин. Ох, какие ржаные блины делают во Франции, если бы вы знали. Британия. В Акапской Таровиче мы ели ржаные блины, забивая их сигаром. Оказывается, вовсе не Россия родина блинов. Тончайшие ржаные блины. Тончайшие на просвет. Просто с дырочками светятся ржаные блины из ржаной муки. Французы заворачивают, они все, что угодно. Сыр, селедку они не едят, а вот сыр заворачивают. Трудно делается. Трудно дается нам ржаной блин. Трудно. Итак, ржаной блин, может, с первой попытки не получится. Ржаной блин и бутылка красного вина из Италии. Пять тысяч рублей. А вы там пьете болгарское вино, я смотрю, да? Раскрыли, пусть это? Итак, блин, который с ржаной муки не получается. Пять тысяч рублей. Пять тысяч рублей плюс бутылка красного вина. Кто больше даст за блин, который не получается? Представьте себе, съесть можно сотню блинов. Нисколько бы это писал, эта история. Как один немец так и умер. Он все время церевновался. Он хотел съесть все время больше блинов. Но так и остался бы здоров. А вот блин, который не получается, это совсем сложно. Но мы его доделаем. Мы его дожарим. Итак, вторая попытка ржаного вина. Специально для Владимира Викторовича. Ржаной блин и бутылка красного вина. Это дерзкий. Ему надо посидеть, пожалуйста. Пять тысяч рублей за вино и ржаной блин. Раз. Пять тысяч за вино и ржаной блин. Два. Десять тысяч. Десять тысяч за два блина. За один, который получился и который не получился. И бутылку красного вина, который получил источник. Плюс пакетик. Пакетик для вина. В этот пакетик, когда вы выпьете вино, вы можете класть другие бутылки. Десять тысяч за пакетик, за вино. За книжечку, в которой написано про это вино. Плюс два блина. Один, который не получился. И другой, который получился. Десять тысяч раз. Десять тысяч два. Десять тысяч. Одиннадцать тысяч. Одиннадцать тысяч только за пакетик для вина. И за блин, который не получился. Вот есть же настоящие люди. Всего за бумажный пакетик и две венёвочки. И блин, который не получился. Владимир Данилович Котарович платит 11 тысяч. Одиннадцать тысяч за пакетик и за блин, который не получился. Даша. Даша. Покажи этот блин Который не получился Владимир Данилович Он не получился А сейчас они видят блины Которые получились 11 тысяч За блин Который не получился И за 3 блинчика Которые получились За пакетик и за бутылку красного вина Раз Это бонус Это бонус Все сейчас придет Все придет Мы здесь Никого никогда не обманывают Никого не обманывают Положите на него 100 грамм Положите на него 100 грамм Черной икры Налейте себе 100 грамм водки Этот блин покажется вам лучшим блином в мире Итак 11 тысяч Красное вино из Тосканы Миллениум Винный дом Миллениум За наибрины Которые получили Сразу Сразу 2 11 тысяч Раз 11 тысяч Два 12 тысяч И два Ржаных блина Пока ты будешь торговаться Ты получишь сразу 3 Горяченькие Ржаные блины Пакетик с красным вино 3 Аплодисменты Третий блин И на Третий блин Даша 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 Возьми вот на этом столе Сало в тряпочке Отвечаю Мишу Кротину Что происходит с диаметром Диаметр с годами уменьшается Мишу Всего Вот пошли маленькие Сейчас будут небольшие блины ржаны А маленькие Но их будет больше Третий блин Перед тем Как вы увидите людей Которые думают о нас И мастера изготовления блинов Вы увидите этого человека Который лучше всех в мире Делает блины Это не мы с Сережей Итак 6 ржаных блинов И сало в тряпочке Которые сегодня привезли из Киева Копченое на соломе Не паяльной лампой Как делают обычно Теперь На Украине А сало Которое делается Копченое на соломе Представляет вам мой друг Настоящий хохол Игорь Николаевич Свинаренко Писатель Журналист Подойди сюда пожалуйста Скажи Послушай Скажи два слова про сало Два слова про сало Иди сюда Иди Вот Галя Которая привезла Сегодня Самолетом из Киева Специально для аукциона Игорь Свинаренко Расскажите нам про сало Я сначала скажу вообще про сало Что Шляны параметбюро Как известно Почему они жили по 90 лет Вы давали по кусту А народ обманывали Говорили Это не надо делать Это холестерин Ну Как вы понимаете Да Они народ курят А сами пользуются Благодаря цивилизации А сало Привезла Галя Балованная Но она сейчас подскажет В чем прелесть Именно этого сала В чем сила Именно этого рецепта Почему такого сала Нет в Москве Ни за какие деньги Никак Расскажу вам Дорогие москвичи И к вами стоит Настоящая Макушка Да ладно Настоящая Да ладно Ну кажется Наверное Когда я тебе Не портю Как ты Итак Когда Свинью Готовят к тому Чтобы она стала едой У нее есть Один маленький Участок сала Который в Москве Никогда не продается Это нижняя часть Брюшка Его очень мало Оно самое дорогое Поэтому мы Настоящие хохлы Вам Мацкалям Нифига Это сало Не присылаем Это сало Коптится Обычно Паяльной лампой То есть И надо Шерсть Которая есть На свинье Нужно сжечь Настоящие хохлы Только для себя Коптят свинью Сжигая солом Сегодня Это сало Было привезено Мною В подарок Игорю Сухаренко Который сказал Что дети Для него Дороже еды Поэтому это сало Сегодня разыгрывается На аукционе Это подарок От Игоря Сухаренко Аплодисменты ему Редкое в Москве сало Итак Раз Два Три Четыре Пять Шесть Ржаных Блинчиков Шесть И Сало Вместе с тряпочкой Приехавшие из Гиев Андрей Я готов употребить Своё влияние И отдавать Пятёрочки 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 Это вот с Галей С Галей Итак Тысяча рублей Шесть ржаных блинов И сало Которого в Москве Никогда не бывает Никогда Копчёное на соломе Тысяча рублей Две тысячи Две тысячи За шесть блинчиков Пока горячие Давайте быстро Зарковаться Шесть Две тысячи За шесть блинчиков И за сало Купленное Вчера На житом рынке А сегодня Оно уже здесь В Москве Сало в шоколаде Пять Пять тысяч рублей За сало Копчёное на соломе И шесть блинчиков Жены Шесть Пять тысяч Пять тысяч Шесть блинчиков Пять тысяч Шесть блинчиков И сало Пять тысяч Созупайте Пожалуйста Шесть тысяч Шесть тысяч Шесть блинов И сало С брюшка Десять тысяч Десять тысяч Десять тысяч Шесть блинов И сало Десять тысяч Шесть блинов И сало 10 тысяч раз, 10 тысяч за 6 блинчиков из сала, которые коптили на соломе, 6 блинчиков из ржаной муки, сало копченое на соломе с чесночком, 10 тысяч раз, 10 тысяч два, 12 тысяч за сало, 12 тысяч за сало и 6 блинчиков копченых на соломе, нет, блинчиков с жареной сковородки, не хвалят с жаной муки и сало копченое на соломе, 12 тысяч раз, 15 тысяч за сало копченое на соломе, 2, и 6 ржаных блинчиков, которые удались, Юрий Георгиевич, удались, удались, блинчики удались, 6 блинчиков ржаных и сало, 15 тысяч раз, 15 тысяч два, 15 тысяч, сколько? 17 тысяч за сало и блинчики, 17 тысяч, и если это сало положить блинчик, оно немножко даст соку, ржаной блинчик, не пшеной, хорошо, этот стол, я чувствую, покупает, а не сидит пока блинчик, пускай едет, дашь, а я буду атаковать, сколько там, 17, а не горячий, 17 тысяч, 6 блинчиков сало, 17 тысяч раз, 17 тысяч два, 20 тысяч раз, 20 тысяч два, 6 блинов и сало копченое на соломе и тряпочек, и марлечка, которую потом можно постирать и использовать, в этой марлечке можно сделать творог домашний, творог, говорите как хотите, а то разрешается, сало, тряпочки, 20 тысяч и 6 ржаных блинов, раз, два, два с половиной, сало с чесноком, копченое на соломе, три, там саленка показывает, как его нарезать, и Гаря тоже подскажет. Это водочка номер 27, очень мягкая для него. Последние 6 ключичных блинов перед тем, как на этой сцене появятся те, кто думают о нас. Кстати, за то, чтобы увидеть те, кто думает о нас, тысячу рублей раз, вы хотите увидеть ты файл? ту девушку, которая представляет Тиффай, наконец того человека, кто делает блины на сковородке Тиффай виртуально и 6 последних блинчиков и так 6 последних блинчиков и возможность увидеть Тиффай 6 последних блинчиков 500 рублей раз 6 последних блинчиков 500 рублей раз шесть последних ржаных блинчиков и пшеничных не вдогонку 500 рублей раз москва не вижу ваших рук лод снимается не съедать эти блинчики 1 500 рублей 6 блинчиков раз 500 рублей за 6 блинчиков 2 тысячи тысячи рублей за 6 блинчиков раз тысячи рублей за 6 блинчиков 2 горячие только что пропеченные тысячи полторы тысячи за 6 блинчиков и на сцену придет циклай полторы тысячи за 6 блинчиков раз полторы тысячи за 6 блинчиков два 2000 за 6 блинчиков две тысячи за 6 ржаных блинчиков раз 6 тысяч за 6 блинчиков ржаных два и пшеничный блин вдогонку горячий . сковородки а это гречишные боже мой это гречишные блины это гречишные блины 2006 гречишных блинов сметану принесите в зал пожалуйста а где сметану а кто видел сметану последний раз сметана пятерочка принесите сметану пожалуйста даша ржаные блины уходят у нас за две тысячи гречишные гречишные блины гречишные я и вот сейчас я приглашаю сюда на эту сцену татьяну карачевскую который представляет фирму тэфаль фирма тэфаль которая думает о нас татьяна карачевская занимается связями с общественностью она расскажет про тэфаль и представит виртуозного тэфалиста блин чисто ну и так далее мастера на все руки участности павлина раз добрый вечер прежде всего я бы хотел поблагодарить фонд линии жизни и птический совет фонда за возможность предоставленной компанией тэфаль быть пакетом предварительной машины наверное многие зазнают что торговая машина тэфаль принадлежит французской компанией тэфаль и И компания «Тихо» — это самая семейный бизнес, который прижавался с поколения в поколение отдыхать сыну. И спустя 150 лет сегодня в этой компании также стоит член семьи-основателя, главный фискюр. И именно поэтому, создавая продукцию компании «Тихо» — это просто семейный сервис для того, чтобы вместе со своими детьми, и стоим вместе с друзьями, могли затою на общей кухне, могли собираться вместе до общих столов. И, наверное, всем упоминаем 6-6-8 лет, прежде всего, здоровые дети. Поэтому невозможно переоттянуть план жизни жизни, тело-говорительности, и мы рады быть частью этого. И сейчас я хотела представить ваше внимание талантливого шеф-повара Марка Стоценко. Здравствуйте. Добрый вечер. Попробую представиться сам. Аккуратненько. Я, правда, не знаю, что можно говорить, что нельзя, но скажу частично. Меня зовут Марк Стоценко. Я один шеф-повара в компании «Кинза». И, в общем-то... Как вас зовут? Как вас зовут, простите? Владимир. Владимир, мы с вами почти друзья уже. Я из Санкт-Петербурга. Это верно. Откуда вы знаете? У меня написано на лице... У меня на лице, говорят, написано, что я такие не совсем русские. Ну вот. Ну и, собственно говоря, мы начали жить в компании «Тифай». И я так понимаю, что продолжим нашу дружбу долго и вместе с Андреем Динжором. Спасибо, что меня пригласили. Сегодня мы сделаем, как мы странно, блины. И у меня один вопрос ко всем. Тут такой у нас диалог завел сейчас в закромах вот этого приятного заведения. На тему того, что вроде бы сейчас аукцион прошел. И два варианта. Или деньги закончились, или нет. И мы думали о том, что устроите нам аукцион. А я сказал, давайте сделаем так. Мы спросим у гостей, когда-нибудь пробовали ли они те блины, которые я сейчас делаю. Они совсем простые. Я не говорю про начинки, я говорю про тесты. Когда-нибудь кто-нибудь, поднимите, пожалуйста, ручку. Пробовал ли блин из черемухой муки? О, вы пробовали? Отпустите руку. Никто не пробовал, я так понял, да? Или пробовали блин из черемуховой муки? Не пробовали, да. Из, собственно говоря, подлопаточной. А нет, ну а как? Вы что думаете? Ну вот, в общем-то, есть такая штука. Это не в рамках рекламы. Но есть такая штучка черемуховая мука. Ее смешивают с обычной мукой. Или добавляют обычные яйца всякие, молоко и так далее. В общем, то, что любят. То, на чем гора, сделает блин. Ну вот, значит, не пробовали. Окей. Но мы попробовали. А, вы пробовали? А вас как зовут? Артем, а вас можно ко мне поближе? Нет? Почему? Артем. Артем, здрасьте. Меня Марк зовут. Очень приятно. Не стесняйтесь. Артем, а вам понравились тогда блины? Что вы помните? Нет. Да, да. Все, правильно ответ дать. Отлично. Артем, тогда давайте делать вместе. Давайте делать вместе блины из черемуховой муки. Пусть нам завидуют все, и мы посмотрим, мы продадим с вами их или нет. Хорошо? Бросать блины? Друзья мои, скажите, нам надо бросать блины? Артем, извините. А бросать их и будете, я не умею. Честно говоря. Знаете, чем отличается работа шеф-повара от работы повара вообще, в принципе, концептуально? Кто скажет, чем? Вы знаете, Артем, чем? Не чем? Не чем? Да, шеф-повара ничего не делать, все остальные все делают. Все верно. Руководить процессом. Итак, Артем, вы знаете, вообще блины жарили? Вы не жарили блины? Жарили или не жарили? Все-таки жарили. Смотрите, я уже сделал за вас тесто. На самом деле, вот Андрей тоже хочет пожарить блины, я так понимаю, да? Да. Все, кто хочет попробовать пожарить блины, Марк вас научит это делать. Все верно. Итак, Артем, смотрите, я вам сейчас покажу. Увы. Держите. Итак, первый блин пошел. На самом деле, у меня такое ощущение, что все хотят спросить. А первый блин будет комом или нет? Говорите, будет первый блин комом или нет? Нет. Нет. Конечно, нет. Я тут пока ждал, собственно, своего выхода. Сейчас перкайте в дыны. Итак, у нас, я все, собственно говоря, коррупционно. У нас блины, ладно, мы и четверг на муке. Это пол биде. У нас блины со всякими штуками вкусные. Что в моем, так сказать, цыганско-имляйско-русском понимание, всякие штуки. Да, да. Да, я бы все, кто мне может быть угощен. Мы будем в эти блины добавлять ягоды. Ну ладно, ягоды. Что мы? Блины с ягодами не едем. Ничего. А мы еще будем также добавлять сюда вот такое вот талое мороженое, смешанное с горганзолой. Талое мороженое смешанное с горганзолой. Кто не знает, горганзола – это итальянский сыр горганзола. Итальянский сыр с плесенью. Близкий к Рокфору, но совсем не Рокфор. Подсекаем, как мы всегда это делаем на дорогах. Мороженое с горганзолой никогда не пробовали. Маленькую ложечку, маленькую е. Сливочное мороженое с горганзолой. Потому что есть можно. Да. Есть можно и хорошо. Это очень вкусно. Я всегда люблю, когда сочетаются совсем несочетаемые вкусы. А здесь они несочетаемые, вроде бы, и тут сочетаются. А чем вы замешали? Тесто, что там? А, мы уже не понимаем, но я напомню. Итак, мы замешали чурёбуху и муку. Чурёбуху и мука. С обычной пшеничной мукой. Чурёбуху и муку с обычной пшеничной мукой. Там вот такие пакетики внутри. Это вот мы уже приобрели полпал обычной. И добавили полпакетика. Это то есть 50 грамм. 50-60 грамм чурёбуху и муки. Дальше, по сценарию, яйца или кефир, или молоко, сахар и так далее. Получается такая шоколадного цвета, но мне кажется, что этот цвет сиреневый, темно-сиреневый. Получается такой масса субстанции. Но на самом деле... Ну ладно, я не могу сказать. Я попробую, я тебе скажу, вкусно или нет. Вкусно-вкусно. Вкусно-вкусно, надо шепчать на дробовую картон. Ну, проверьте. Такая цена. Понятно. Представляете, сегодня мы все узнали, ну я вас отзвучу точно, совершенно новая черёмуховая мука. Никогда не знал, что такая есть. Мука из черёмухи. Вот это да. Более того, я раскрою вам секрет Андрея и вам, дорогие друзья. Если посмотреть на саму мальчику, это черёмуховая мука, вообще на мальчике пишут там лица. Если ты не знаешь, они пишут. А им написали один лицет. По-моему, я не знаю, что с ней делать, мы сделали продукт, а что с ней делать, мы не знаем. А продукт мы достаточно дорогой. Они продают программу 10 лет. А, делаем. А могу вам сказать, что пирожки из них не получаются, из них реально вкусно получают горько. А можно делать просто из черёмуховой муки, не добавляя пшевичную. Так хочется сказать, закрывайте глаза и проворачивайте. Никакой рекламы, я не могу. Это же тихо. Ничего не подгорает. Март, а можно из черёмухи просто что-то готовить? Без добавления пшеничной. Другой функции. Андрей, можно наказывать людей, заставлять их лезть ложками черёмуховой мукой и добавить спирогную плотку? На самом деле, я считаю, что черёмуховой мукой Артём чебёт. Черёмуховой мукой можно делать всё, но в разумных пределах. Можно попробовать джуезд драчка. Кстати, можно попробовать сделать, я не знаю, какие-то вредные стили. Они, естественно, знаете, как Старорусская выклевала, они всё закрывали, запекали пшенички, попозривали всё, как было. Такие-такие ночи есть. И, кстати, круто, сейчас идея пришла, круто сделать дома из черёмуховой муки хлебок. Вот это фишка будет, кстати. Могу намекнуть аккуратненько. Хлеб из черёмуховой муки. Здорово. Будем пробовать. Вот как было нам трудно готовить, пока мы не перешли на ТИФА. Да, конечно. Вы должны попробовать. Вы должны попробовать. Я бы сделала его правильно. Вы должны попробовать сделать. Желающие могут подойти и сами, Марк вам покажет. Не стесняйтесь. Девочки, девочки, девушки. Тёщи, кстати. Юноши. Я бы так не скажу. Мороженое начинает таять. Ягоды начинают, собственно говоря, знакомиться с мороженым. Юрий, это же процесс поэтический. Я уверен. Я уверен уже в 10 лет. Короче, Юрий, берите, пробуйте, пока мороженое не расставлюсь вам. Я бы хотел, а пистолет капаю. Юрий, я бы спорю. Да ешь. А чем времени у Артёма готовы блины? А я с вами железнодорожен. А я с вами железнодорожен. Я с вас подошел. Готовы блины, Артём. Теперь вы берете. И пробуйте первый блин так же. А потом мы будем жарить блинами. Наверное, остались гостям. Давайте я буду разносить. Вот так вот, как красиво. Вы должны, чтобы Артём сейчас попробовать. Артём обязательно попробовать. Он же столько старался. Что это? Что это? Двадцать блинов от Юрия Георгиевича Кабаласа. Привез это с дома буквально. Вот они как выглядели. С вилкой. Нет, вилку мы оставим себе. Двадцать блинов. Пятьсот рублей. Двадцать тонких блинов. Две тысячи за двадцать блинов. Двадцать блинов сложенных треугольничков. Двадцать блинов. Две тысячи рублей. Двадцать блинов за две тысячи рублей. Я даже не буду продавать ни с кем сам. Три тысячи. Три тысячи за двадцать блинов. Три тысячи делим на двадцать. Получаем каждый блин. За сколько? Сколько? Пятьдесят копеек. Сколько? Пятьдесят копеек. Пятьдесят копеек. Говорит Юрия Георгиевича Кабаласа, которого в математике была пятерка. Это невозможно. За три тысячи двадцать блинов это продать позору. Пять тысяч за настоящие тонкие блины. Вот такие вот. Пять тысяч. Пять тысяч я даже не удерживаю. Пять тысяч за блины, которые держит мастер спорта по боксу. Чемпион разных регионов. Это Юрий Кабаласа. Которому не откусил ухо Майк Тайса. Он послал его в Натан. За пять? Да Шумилу не отдаст. Шумилу на паутирует. Кому? Пять тысяч? Пять тысяч за... Пять тысяч. Шесть. Кабалас, заверните, пожалуйста, туда. Вот, нет, я уже не сказала шесть. Шесть тысяч раз. Шесть тысяч два. Шесть тысяч два с половиной. Восемь, восемь. Восемь тысяч за два. Вот это я понимаю уже нормально. Восемь тысяч за двадцать блинов. Отдаем. Кабалас заработает официантом. За это еще две тысячи. А восемь отдаем? И две тысячи чаевые. Десять. 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 Десять тысяч. Кабалас заработает официантом и приносит двадцать блинов. Шумилу может отправить нокаут. Еще за две тысячи дополнительно. Кого скажите? Одним ударом. Итак, десять тысяч двадцать блинов раз. Десять тысяч двадцать блинов два. Десять тысяч двадцать блинов и Кабалас за официант. Три. Ура! А тем временем. А тем временем. А тем временем. А тем временем. Барабанная дробь. Я спорю, попробовал второй раз в своей жизни. Серегу хуй блины. Посмотрите. Мороженое. Итак, Артем, я сейчас запыхаю. Очень вкусно. Я, кажется, знакомый с морозом. Молодец, очень вкусно. И чем за время готовится еще партнер белок? Андрей, червяное растает. Прочитаны котлетами. Хороший продукт. Блинчики из черемуховой муки с мороженым смешанным с горганзовой, а также с двумя малинами и смородиной. Просто угощаем. Просто угощаем. Ой-ой-ой, у меня просьба. Артем так старался, давайте ему поаплодируем. Аплодисменты Артемовым. Теперь на полках Москвы исчезли черемуховая мука. Артем скупит ее всю. Просто так. Просто так. Только ради... Сюда. Просто так. Идите, идите, вы тоже получите просто так. Пускай это будет у нас... Мы сейчас сделаем эти блинчики. Это будут медали тем, кто сегодня участвовал в аукционе. Медали. Вот мы как сделаем. Это награда для тех, кто выиграл сегодня. А тем временем, я вижу, водочка пошла под блинчики за первым столом. Правильный выбор. Правильный выбор. Да украшаем последние блины, но еще осталось только мороженое. На десерт. На десерт. На десерт. Даша. Вот сейчас будут блинчики. Поделите руки, кто выиграл сегодня в аукционе. Кантарович. Все помнишь. Они получают награду. Вот эти черевуковые блины с мороженым, горганзолой и свежими яблами. От Марка. Это их медали. Медали за доблесть, за отвагу, за щедрость. И Юрий Геортик Кубалат за это. Опа. 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 Весол pentru еónю. И. Опа. 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 Мороженое. Опа! Черемухову. Черемухову и Глебову. Просто съемок. Спасибо большое. Да. Давайте скажем Марку спасибо большое. А хлопаем. Марк не только владеет этим искусством, но и блестящий шоумэм, мне кажется, и блестящий владеет языком. Спасибо вам большое. Вот, собственно, надеюсь, непосредственно со всеми видимся и с вами тоже Андрей. А что так грустно? И с вами тоже Андрей. Марк, еще раз. Спасибо большое. Мы еще увидимся не раз. Пока. Ну что, еще двадцать блинов? Мы ждем еще двадцать блинов. А стоворотку можно выключить уже? Не як поднимается шумила, он ползет за блинчиком. Давайте. Респектовая доника. Еще давайте. Это болезнь. Тоже за рулем. Так, Сережа. Давайте. Спасибо. Спасибо. Покажи машине. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья мои, в конце у нас будет лотерея, где будут разыгрываться, разыгрываться, это, собственно говоря, вот те самые сковороды. И многое другое, кстати говоря. У вас есть лотерейные бенетики и вы можете все выделить. Я расслабляю. Смотри. Сейчас, вы знаете, будет уникальная, на мой взгляд, вещь. Послушайте меня все, кто был мальчиком и все, кто был девочками когда-то. Ведь все же мы были когда-то мальчиками и все собирали марки. Все собирали открытки. У меня, например, моя невеста рассказала мне недавно трагическую историю. Ее папа собирал марки. И она, будучи девочкой, увидела эту коллекцию Марки и подумала, почему у них такие неровные края. И когда папа был на работе, она аккуратно ножницами обрезала все зубчики у Марки. Когда папа вернулся, марки были ровненькие, все у него в коллекции, ни одного зубчика не было. Вот. Она аккуратно вытаскивала их из клятвера, отрезала зубчики и закладывала. Девочка была очень терпеливая. Вот. Сегодня наши партнеры Почта России. Ничего плохого про нее пора эту Почту России не говорить. Я теперь знаю все проблемы Почты России, поэтому проникся сочувствием и желанием помочь. А Почта России помогает Богу и не жить. Сегодня будет процесс гашения открытки. Представляете себе? Я только слышал. Сегодня вот здесь открытки. С моим рисунком, извините. И здесь будут гасить на ваших глазах. Каждая погашенная открытка стоит всего 100 рублей. И моя подпись прилагается к этим сторонам. Я бы ничего добавил. Деньги идут, конечно же, Максиму Сорокину. Вот. Пожалуйста, покупайте открытки с рисунком моим и гашеная открытка Почты России. Уникальная коллекционная открытка. Представляете? Может быть, с этого момента вы начнете собирать открытки. Будете разбираться, что значит гашеная и не гашеная открытка. Ну и так далее. Света, Света, с вас вы идете гасить? Нет, а как? Здесь все вот идите. Идите и гасите. Идите и гасите. Вставайте в очередь гасить открытки. Гашеная открытка дороже, чем открытка не гашенная. Света Сергеева. Замечательная Света. Высокая и стройная. Не на этом подиуме, но она занимает... Я хочу вам рассказать историю, которую мне рассказали через Свету. Это светильная история. В одном маленьком местечке, послушайте все, где живет всего 50 человек, работала почта, где работает один почтальон. И вот Света этому почтальону, этой женщине, предложила переехать в Москву, как хорошо она работает. И почтальон сказала, что она не может оставить эти 50 человек, потому что она не только разносит им посылки, но еще и пишет письма от лица их детей и внуков, которые им не пишут, жителям этого поселка. Приходит им домой и читает им эти письма. Когда я услышал эту историю, у меня просто мурашки похожи. Это готовый сценарий, замечательный фильм. Вот такие люди живут в нашей стране. Я первый гашу, а что я должен делать? А, о, прямо на лице, на лице моего персонажа. На груди. Резко раз, резко два, резко три. Продан. Есть, как продан. А почему? Можно наружу. А можно с двух сторон. Опа! Здесь, правильно, с этой стороны. Ну вот, открытка первая, бракованная, что считается самым дорогим. Гашение с двух сторон. Автор погасил. Триста рублей. Пятьсот. Пятьсот рублей открытка с двумя штампами от беньжо. Раз. Тысяча. Тысяча раз. Ещё по тысяче. Тысяча рублей за открытку с двумя штампами коллекционной. Точно. Точно коллекционной. Вегами не будет. Ваши дети продадут их открытку очень и очень дорого. Отличное вложение денег. Гораздо лучше в квартиру. Тысяча рублей за два штампа и открытку раз. Тысяча рублей два. Тысяча пятьсот раз. Тысяча пятьсот два. Тысяча пятьсот за два штампа. Тогда без подписи. Сколько ты сказали? Тысяча пятьсот? Ну хотя бы две набатки. Две тысячи рублей за открытку два штампа и... Две тысячи. Две тысячи раз. Две тысячи два. Две тысячи три. И... Расписываешь. Открыто уходят в коллекцию Михаила Крокина. В галерею. Спасибо. Ну что? Слово Почти России. А где аплодисменты? А где аплодисменты? А где аплодисменты? Спасибо огромное. Я приобрелю, что, прежде всего, Фаиде Захаровой, президент фонда линии жизни, которая, не попадая в силы ежедневно, призывает общество быть разумным и помогать друг другу. На самом деле, помочь детям можно не только сегодня, можно это делать ежедневно. В больших отделениях есть возможность перевести денежные средства в адрес фонда линии жизни абсолютно не платя никакой комиссии, не оплачивая никакой комиссии. Ежедневно Почта России обрушивает более двух миллионов наших сограждан. И мы очень надеемся, что сотрудничество с воздействием жизни будет все более укрепляться, и если дети есть двух миллионов, будут появляться сначала десятки, а потом и сотни тысяч людей, неравнодушных, помогающих детям. Спасибо большое. Спасибо Почте. И, наверное, вы уже говорили в разных местах, что самым неожиданным образом нашими донорами оказались пенсионеры. И я думаю, что вы смогли почувствовать это только сотрудничество с Почтой России. И оказалось, что пенсионеры находят возможность из своих маленьких друзей привалить нам деньги. Почтой России. Спасибо. 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 Абсолютно коллекционная штука. Абсолютно. Абсолютно. Подойди, посмотри, котят. Погашенная. Купил за сколько, Миша? 5 тысяч дашь? 5. 5 тысяч. В рамке погашенная марка, погашенная скрытка. Раз. Два. Три. Не шикрокин забирай. Что? Иди, 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 возьми, посмотри. Вот это, покажи Жене, покажи. Спасибо. Это такое чудесное знакомство. Да. Вот это потрясающая вещь, на самом деле. Я даже не ожидал, что так. Свет, Свет Сергеев. Вот, мне кажется, вот такие вещи нужно делать вообще. Это очень, это, правда, сейчас говорю, абсолютно серьезные, это совершенно аукционные вещи. Вот это аукционные вещи. Вот это, это не просто открытка, а вот в таком виде это совершенно... Посмотри, Миша, согласись. Ну вот сейчас будет розыгрыш призов, и кто-то из вас выиграет Терфань, и вам не надо будет ни о чем думать, потому что Терфань будет думать за вас. Ну вот сейчас. Давай билеты. Давай билеты. Давай билеты. Давай билеты. Давай билеты. Давай билеты. Давайте, пожалуйста. Давайте. Давайте. – Замоконную. И так крутится, 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 крутится Вот этот вот Это призма Прозрачная призма И я, как ребенок, обычно это делают дети маленькие Вот, девочка, иди сюда Душа моя, иди, я подписывал тебе открытку Иди скорее сюда Иди с мишкой своим, поднимайся сюда Вот так Иди, ты будешь вытаскивать оттуда вот эти штучки Иди Мы тебя придвинем Засовывай ручку свою туда и доставай А то меня заподозрят, что я Своим друзьям вот Сковородке Стефалию 0-4-15 0-4-15 0-4-15 0-3-87 0-7-51 Что есть? 0-7-51 0-7-51 Везет кому-то нереально Итак, 0-6-39 12-27 0-6-39 12-27 0-6-39 0-6-39 Посмотрите 0-6-39 Вот как выглядит этот 4-начный номер Повернитесь ко всем Эту девушку теперь зовут 0-6-39 Обращаться к ней только так Это подстава 12-27 Это цена уже коньячная какая-то 12-27 12-27 Армянский коньяк 5 звездочек Советский Союз 12-27 Девочка Давай, как тебя зовут? Аня Аня Со мной работает Аня С нами работает Аня Аня вытаскивает номерки Аня Это ее дочка Аня 18-29 Что стоило 18-29? 18-29 Друзья мои 18-29 18-29 Нету 18-29 Аня, вытаскивай сразу несколько 18-29 0-6-81 0-6-81 Вот 0-6-81 0-6-81 0-6-81 Слова, Дениска Вытаскивай сюда, пачку Еще давай Еще Давай, давай, давай 17-59 17-59 Я жду тебя в 17 часов 59 минут Наш поезд отходит в 17-59 Рейс 17-59 Никого Я пошли, я пошли 17-59? Да А, вы улетаете детям рейсом 17-59 улетает сегодня 17-59 Рейс 17 17-45 Что там было? Крепостное право Крепостное право 17-73 1773 год Крепостное право А, 1619 То есть День рождения Петербурга Или крепостное право? 1619 1619 1619 1619 1619 1871 1871 1871 1871 год 1871 год 1675 1675 1675 Мы, Миша, выиграл 1675 Отдайте, Миша Отнесите, Миша 1675 Миша Опять открытки Опять открытки Открыточный салон 1675 06-95 06-95 06-95 Опа Что это? Покажите нам, что это? Вот это вещь! Вот это вещь! 06-95 Вам повезло! 06-95 Вот это да! 06-95 Повезло! 1199 Вот это цифра! 1199! 1199! Вот это цифра! 1199! Есть в этом зале 1199? Вы 1199 никогда бы не подумали! Я думаю, вы 2288, а вы 1199! Ничего себе! Пожалуйста! Что там, сковородка? 1353! Вот это цифра! 53-й год, год моего рождения, а 1353 это вы? Ничего себе! 1353! Аня! Аня! Молодец! Какие замечательные цифры получается вытаскивать у Ани! Удивительные цифры! Потрясающие цифры у Ани получаются! Только Аня могла вытащить цифры 1549! 1549! Аня! Будем на это! Аня, как у тебя получается? Ты просто талант! Ты настоящий математик! 1549! 1549! Да что ж такое! Посмотрите, как работает Аня! А вы, взрослые люди, какие невнимательные! Всего 4 цифры прочесть не можете! 0807! Посмотрите, Аня! Какие цифры! 0807! Вы думаете, думаете, думаете! Да почему? Третий раз на сцене! Что такое? Ой, грец! Это грец! 0373! Вот эта цифра! 0377! Вот это вещь! Вот это вещь! Вот это подстава! Мне кажется, на сцене! Ты знал! 0373! Вот это да! Не ожидал! 0835! 0835! 0835! 0835! Маленькая... А что это? Принял? Интересная! Маленькая упаковка! Вот это да! Вот это вещь! 0233! Вот кому повезло! 0233! 0233! Ну! Вау! 0233! Как тебе повезло! С такой сковород! Ты будешь готовить на всю семью! Папа и мама будут рады! Вот это да! 1143! 11! 1143 год! Что это? Татаро-монголы, конечно! 1137-ой битва на Куликовском поле! Подкалкой! Подкалкой! Точно! Это было подкалкой! Анечка, вытаскивай! Только у тебя получается! Как ты можешь так? И у меня бы никогда не получилось! Аня! Уденькие тени! Чурмачуки смеются! 0625! 0625! 0625! Опять ты! Да ты сейчас всю кухню обормишь! Вообще нормально? Ну вот это да! Всю кухню сейчас обормируют! Просто буквально! Ничего себе! 0975! 0975! Вытачила Аня! Такую удивительную цифру! Нет! Это нереально! 1075! 1075! 1185! 1185! 1185! 1185! 1185! 0947! 0947! Раз! 0947! Два! Опять! 0947! Ну вы даете! Серега, продай одну! Ну хватит уже! 0989! 0989! 0989! Если перевернуть, получится 686! 0989! Опять в кроке! На этот раз не открытка, Миша! На этот раз... На этот раз вещь! На этот раз настоящая! Наконец тебе повезло, Миша! 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 Столько лет! Столько лет! Столько лет ты играешь в лотереи, выиграешь открытки, и наконец-то выиграл сковородку! Миша! Миллионы потратил на открытки, и наконец сковородка, черт возьми! Миша! Как я за тебя говорю? Наконец и у Миши есть сковородка! На 8 марта подарок сковородка, бесплатное приложение КАСКО! Миша! Аня! Миша! Как я рад за тебя! А то ты все время варишь, варишь в кастрюлю калюминиевую! Господи! Наконец-то пожарим что-нибудь на ТФА! 05 97! 05 97! 05 97! Ура! Что это? Билеты! Куда? На концерт группа Аквариум! Вот это да! Борис Борисович Г! Вот это нифига себе! 05 97! Борис Борис Крепенчаков! БГ! 06 11! 06 11! 06 11! 06 11! Есть или нет? 06 11! Есть! Есть! 06 11! Не волнуйтесь! Не волнуйтесь! На концерт Крепенчакова опять! Аня! Ты не маленький! Чего больше? 13 11! 13 11! 13 11! 13 11! Есть! Маленькие бумажки! Маленькие бумажки! Маленькие! Маленькие! Не надо! 01 91! 01 91! Опа! Опять! Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Форма! Это форма! Это форма! Форма, конечно, есть! Но почему четвертый раз? 05 69! 05 69! 05 69! 05 69! 05 69! 05 69! Что это? 05 69! 05 69! Сковородочка! 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 Маленькая, замечательная сковородочка! 15... 15... 15 07! 15 07! Да что ж такое! Вы уже все сковородку нам забрали! Молодой человек! Продай! Продай сковородку! 14 23! 14 23! 14 23! Как? Не может быть! Ну я от вас этого не ожидал, честно говоря! Вы так скромно сидите! А оказывается, 14 23! 16 33! 16 33! Последняя осталась! 16 33! 16 33! 16 33! 16 33! 16 33! 16 33! 16 33! Ушутница? Кто это? Какой мой? Так, 16.33 нету. 05.13. 05.13. 05.13. Опа! Ну, ты выиграл, парень. Вот это да. Ну, тебе повезло. Ну, все, ты будешь поваром. Ты будешь настоящим поваром. На самом деле, это самая интересная профессия, на мой взгляд. И самая продуктивная. 0457. 0457. 0457. 0457. Это правда. Ну, кто банкует, это интересная тема. 0457. Казино ни разу не проигрывало, вы знаете. Я ведь Юрий Георгиевич выиграл. А, Юрий Георгиевич не затеял всю эту историю ради того, чтобы выиграть вот эту штуку. Вот эти очки, чтобы лететь в самолете, Юрий Георгиевичу необходимы. Я знал, я знал. Кабаладзе всегда мечтал закрывать глаза вот и спать в самолете. А все остальные ребята летят своими рейсами. Посмотрите свои номера и берегите их. Берегите их. Это ваши рейсы, ваше время свиданий, ваши деньги в банке, ну и так далее, как хотите. Вот, например, цифра 1031. Посмотрите ее, как хотите. Поаплодируем Ане. Только она могла вытащить эти замечательные, красивые цифры. Анечка, аплодисменты. Мы должны уйти со сцены. Вот так приятно тебе на ней стоять. Анечка, а вот ты молокооткий, чё пыль? Спасибо.